У вас есть некоторое поле, К большое, оно является частью другого поля, а это поле является частью третьего поля. И пусть М конечномерное пространство над Л, а Л конечномерное пространство над К. Кто понимает, что М над К имеет такую же размерность, как М над Л, умножить на размерность Л над К, что размерности перемножаются. Так, да, три человека, четыре человека понимают. Замечательно. А почему? Очевидно, очевидно. Почему? Если у нас есть какое-то расширение, например, корень какой-то степени из них, да? Да. Там есть другая расширение, корень другой степени. Да. Но изначально вы это просуете? Нет, ну пока что-то понятнее не сделали. Еще раз, из большой, довольно большой аудитории подняли, а тут четыре человека, что знают. Я спросил вас, почему? Дело в том, что если вы это не понимаете, значит, вы уже реально не сказали, что такое векторное пространство. Все помнят? Там был базис, правильно? И все выражалось через элементы этой самой базисы. Отлично. Вот смотрите, у меня написано М над Л. Представьте себе, что М над Л это некоторое число М маленькое. Что это фактически означает? Что есть такие элементы, х1, х2 и так далее, хм, что любой элемент из поля М, если х это любой элемент из поля М, то существует и единственный набор коэффициентов, ну я не знаю, как их обозначить, коэффициенты есть. Эпсилон, да. Ну давай, да. Эпсилон 1 и так далее, эпсилон М из поля М, для которых х это эпсилон 1 умножить на х1, плюс эпсилон 2 умножить на х2, плюс и так далее, плюс эпсилон М на это умножить на х. Отлично. Вот это называется размерность поля М над полем Л. Теперь, что значит размерность поля Л над полем К равна какому-то там числу Л маленькое? А очень просто. Это значит, существуют такие числа, у1, у2 и так далее, уЛ, уже в поле Л большое. Что как только вы берете элемент из вот этого самого Л большого, то существует единственный такой набор чисел К1, К2 и так далее, КЛТ из поля К, для которого что? Для которого Y, это есть Y1 умножить на К1, плюс Y2 умножить на К2. Согласны, да? Плюс YЛТ умножить на КЛТ. То есть, через вот эти вот Л базистых элементов, Y1 и так далее, YЛТ, можно выразить любой элемент из поля Л. Так вот, господа, если почитаете внимательно эти две записи, то дальше происходит крайне простая вещь. Если вам дали любой элемент из поля М, то вы сначала при помощи вот этой формулы выражаете его через вот эти вот Х, Х1 и так далее, ХМ, с коэффициентами, откуда? С коэффициентами из поля Л большое. Согласны? А после этого надо будет каждый коэффициент из Л большого выразить, вот, вот, надо Эпсилон записать по этой формулы, через Y. Согласны? Угу. Замечательно. Ну и все это раскрыто. А теперь внимание. У вас Эпсилон выражается через Y1, Y2 и так далее, YЛТ. Вот этот Эпсилон выражается через Y1 и так далее, YЛТ. Последний Эпсилон выражается через Y1. В результате у вас всего получается базис, который состоит из произведения каждого из Хов, Х1 и так далее, ХМ, на каждый из Y, Y1 и так далее, YЛТ. Всего, очевидно, М умножить на Л элементов. Значит, размерность векторного пространства М над полем К такая же, как размерность М в конкретном пространстве над Л, умноженная на размерность L как векторного пространства над Кабачевым. Идея понятна? Это называется степень расширения. Если у вас есть два поля и между ними еще одно, то посчитать размерность векторного пространства большего над меньшим это то же самое, что посчитать над средним и умножить на размерность среднего над меньшим. Так, хорошо, по крайней мере, эту мысль поняли. Теперь еще раз посмотрите на это уравнение и постарайтесь понять, что я действительно все понятно объяснил. Итак, у нас есть какое-то поле. К нему присоединяем симметрические многочлены от букв А1 и так далее, АН. Расширение степени Н факториалов. Соответственно, у него группа автоморфизмов это в точности симметрическая группа на Н элементах. Продолжение следует... Продолжение следует...